добрый день дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем говорить о крещении в духе святом сегодня я хотел бы провести некую разницу между двумя разными совершенно переживаниями которые в русской библии да и в некоторых других переводах почему-то переведены одним и тем же словом крещение в духе святом и исполнение духом святым в новом завете они обозначены практически одинаково принятием духа но это два разных переживания если обратиться к языку оригинала то мы с вами видим что это и другое совершенно отличаются друг от друга когда мы с вами говорим о крещении в духе святом мы говорим о единократном принятии когда на нас сверху как я уже говорил изливается водопад духа это один раз происходит в нашей жизни и сопровождается знамением говорения на иных языках мы получаем языки навсегда и дух святой обитающий в нашем сердце всегда будет ходатайство через нас духом святым когда мы говорим об излиянии духе святом об исполнении духом святым то это бывает не только один раз в нашей жизни всякий раз когда мы с вами приходим в присутствие божье когда мы находимся в поклонении в молитве когда мы пребываем в писании дух святой начинает говорить в нашем сердце расширяя его мы начинаем наполняться им изнутри знаете когда изнутри тебя начинает пробиваться вот этот родник когда бог наполняет тебя как он давал эту силу самсону как он исполнял духом святым павла когда он запретил демоном находившимся в этой одержимой прорицающей служанки бог может наполнить нас до преизбытка и происходит это достаточно часто когда мы ищем лица божьего когда мы поклоняемся бог просто изливает тонны 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 потоки с неба для того чтобы мы с могли исполнить какую-то на миссию сделать какое-то дело произнести слово наполнится смелостью даже в какой-то мере дерзновение поэтому когда мы с вами говорим о крещении в духе святом и когда мы говорим об исполнении духом святым то мы должны понимать что крещение это единократное переживание исполнение духом святым это то что может происходить с нами каждый день